Я не вор, я хочу сказать, я пришел не воровать. Но если хотите, я объяснил, как пример, это один, это только один из инцидентов, которые мы нашли, так скажем, самый вопиющий. Там куча всего. Штаты постоянно увеличивались, росли, причем штаты управленческого аппарата. При этом штаты слесарей, дворников постоянно уменьшались. О долгах просто никто не думал. Просто вот, ну, люди жили очень хорошо и вольготно, я считаю, не платя ни аренды, ни налогов. Ну, то есть, вы видите сами, какие здесь я могу плюсы. Я хочу один сказать плюс, что мы работаем от муниципалитета. Доля и ответственность муниципалитета как бы полная, да? Ну, доля-то не полная, конечно, есть частные лица, но там присутствует муниципалитет, который может контролировать все эти процессы. Ну, я не знаю, ну, человек должен, конечно, у него есть право выбора, он может, если ему нравятся такие люди, которые просто, я считаю, обокрали муниципалитет. Это мое мнение, я не высказываю сейчас мнение главы, либо там официальную версию какого-то прокуратуры. Но я считаю, что это воровство, это обман, это увод техники, это просто обокрали город люди. И теперь они еще при этом, ну, пытаются как-то себя оберить и дальше уходить-то не хотят. Нормальный человек, любой, при вскрытии вот этих моментов, он бы просто бежал и сказал, ну, простите, не трогайте, я на пенсию, до свидания. Нет, нет. Ну, а каково качество обслуживания в советском районе? И, допустим, мы ругали всегда, как журналисты Октябрьскую, да, и это небо и земля, здесь даже вот сравнивать, сравнивать, да, подростка там, нахулигонившего там с рогаткой и террориста, вот это все равно, что вот сравнивать существующие положения там в УК советской к Октябрьскому.